Всем привет, друзья! Разорвал я кое-какой пакетик и увидел, что здесь мне пришло оружие. Это еще один пак нового оружия. По-моему, это уже третий или четвертый наш по счету пак. Давайте вытащим содержимое. Здесь лежат минометы, по-моему, штуки три, если я не ошибаюсь. И вот тут, собственно, все наше оружие. Оно не расфасовано, как в третьем нашем обзоре, а лежит в куче. И, как видите, тут есть даже цветное оружие. Давайте его открывать и смотреть, что тут у нас лежит нового. Оружия, как обычно, просто огромное количество. Я уже вижу винтовку Мосина. Кстати, все оружие выполнено очень классно. По сравнению с первым паком, это оружие просто на высоте. Расфасовал я все оружие по цветам и получилось ровно четыре небольшие кучки. Конечно же, черного оружия у нас самое большое количество. Ну, видимо, пластмассы черные у китайцев еще много. И давайте я вам расскажу свое впечатление по этому набору. Впечатления у меня, ну, скажем, хорошие. Потому что, по сравнению с первым и вторым, может быть, даже с третьим набором, качество здесь улучшилось. А точнее, улучшилось качество пластмассы. Оно больше похоже на бриканцовское. Но, наверное, не дотягивает до него. И немного улучшилось качество литья. Но улучшилось оно не сильно. Вот, например, есть даже кривые оружия. Но это, видимо, при транспортировке оно немного пострадало. Мы его выпрямим. Теперь оно красивое. Итак, по литью. Есть небольшие выемки. Так же, как в первом наборе. Этим страдают и второй набор, и третий набор. Это, конечно же, очень плохо. Но, в целом, качество хорошее. Если честно, поначалу, когда я только открыл этот набор и увидел с далека все эти пушки, мне хотелось их прям просто нахваливать вам. Но потом, посмотрев поближе, обнаружились небольшие косички. Есть небольшие разводики. Есть такие же ямки после литья, как я уже говорил. Но, в целом, оружие очень и очень крутое по сравнению с другими наборами. Так, давайте посмотрим для сравнения оружие АК из нового набора. Вот так оно выглядит. По-моему, очень и очень классно сделано. Минимум косяков и максимум хорошего качества. И вот оружие из первого набора. Посмотрите, какое качество пластмассы. По-моему, оно не очень. Так же, качество литья вот с такими дырочками. Это плохо. Ну вот, собственно, по качеству вы сами все видите. Если вы не верите мне на слово. Ну, давайте возьмем еще какое-нибудь оружие. Вообще любое. Вот, выбираем. Давайте возьмем СПГ с прицелом Vampyr. Немецкая штурмовая винтовка. Так оно выглядит. Смотрите на качество. На качество литья, на качество пластика. И давайте я возьму рандомно еще парочку оружий из первого набора. Итак, смотрим на его качество. Как видите, пластмасса выглядит не очень хорошо. То есть, оно изготовлено из более дешевой пластмассы, чем наш этот набор. Ну вот, можно взять даже любое оружие. Качество, конечно, несравнимо. Если кому интересно, какие именно модели оружия тут находятся, то я вам давайте быстро их покажу. Есть винтовки Мосина, и они, по-моему, тут в двух цветах. В серебристом и в черном. Больше винтовок Мосина нет. В бежевом цвете в основном калаши. Ну и немного держалок. Таких вот. Такие разные калаши, посмотрите сами. Всех их перечислять я вам не буду. Вот такая небольшая кучка. Из светло-песочного цвета в основном винтовки. Также есть вот такой дробовик. Ну и вроде бы все. Смотрим, что у нас есть из металлического оружия. Здесь есть винтовка Мосина. Конечно, это не немецкое оружие. Но в основном тут немецкое. Есть штурмовая винтовка СТГ. Также снайперские винтовки. Есть вот такой пулемет. Не помню, как он называется. МГ-42, по-моему. Или же газонокосилка. Также есть панзерфауст. Тут их немного. МП тоже немного. Дробовик. Такой вот помповый. Ну и в принципе и все. Самая большая кучка это, конечно же, черное оружие. И все модели черного оружия содержатся в других цветах. И еще есть кое-какие новые модели, которые в других цветах вы не увидите. Например, вот такие мелкие детали. Это граната. Опять же сошки. Ну сошки есть в других цветах. Есть рация. Нож. Световая граната. Просто граната, которая взрывается. Потом есть наручники. Ну и другие маленькие детали. Также есть вот такой баллон. Это от огнемета. Это видео подходит к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то думаю, вам не сложно будет поставить лайк этому видео. Ссылку на этот набор я, конечно же, оставлю в описании. И всем советую его купить. Так что переходите и смотрите. У кого особенно его нет. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok